Друзья мои, всем доброе утро! Сегодня очень прекрасный день, сегодня прекрасная погода, поэтому я решила сделать свое видео. И сегодня я вам хочу рассказать о наших любимцах. Я давно вам их не показывала. Наш Бетховен вот спит сейчас. Я вам сейчас покажу Бетховена. Прежде всего, конечно, я забыла представиться. Я Елена Ермакова, и мое видео, и мой канал называется Елена Ермакова. Елена Ермакова – это я. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Будем дружить. Я веду репортажи о чем? Веду репортажи о Днепропетровске. Веду, создаю плейлисты, которые у меня плейлист называется «Экскурсии или куда поехать». То есть, куда я езжу, то я вам показываю, друзья. У меня очень много рецептов. Еще, когда я только вышла замуж, мы собирали. У нас было так модно собирать рецепты. Поэтому я сделала рубрику «Как мы готовим, делюсь». Есть интересные рецепты. Поэтому обязательно поделюсь с вами и рецептами этим. И, конечно, ту болячку, которую я воспитала – это мигрень. Поэтому у меня тоже есть такой плейлист «Мигрень, как с ней болраться». Потому что потихонечку я вижу, что я ее узнала. Знаете, как говорят психолог, надо полюбить свою болячку. Поэтому мы с ней подружились. И она меня не задевает. И у меня не так часто возникает эта мигрень. А вот это тот, о ком я хотела вам рассказать. Это мой любимец Бетховен. Бетховену уже 14 лет, друзья. Конечно, как и люди, точно так же и собачки болеют. 14 лет – это уже достаточно такой возраст для пса. Это такса, жесткошерстная. Очень активная собачка. В детстве он всегда с нами везде ездил. Мы любители отдыха в палатках. Поэтому мы ездили на Тарханкут. Он называется... Тарханкут вообще – это, знаете, западный мыс Крыма. Он называется еще «Чертов угол». Почему так называется? Потому что там постоянные ветра. Там очень прекрасное море. Там очень глубоко. Там развивается дайвинг. Там снимали очень много фильмов в советское время. Это именно те, где показывают красивые и пираты 20 века, и вот это «Человек-амфибия». И я хочу сказать, что наш любимец, сейчас опять к нему, наш Бетховен с нами ездил. Мы ездили туда подряд 5 лет. И за эти 5 лет, поскольку это очень активная собака, это собака охотничья. Очень активная собака. У него много, 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 много энергии. Очень много энергии. Вот первый раз было, это было в 13-м году, когда он, ну, как пёс, он на другом берегу видел девочку, собачку. И, зная, что мы его не пускаем туда, он от нас убежал ночью. Убежал ночью. Там была большая собака. Его шугануло. И наш Бетховен упал со скалы. Мы его шукали целый день. Мы его искали. Простите, я сказала украинское слово, потому что я всё-таки украинка. Украинка. Мы его искали целый день. Искали целый день. А он сидел под плата. Жара была на улице громадная. Значит, было очень жарко в тот год. И он сидел при жаре. Проплывёт назад и назад. Водички у него не было. Увидели его ребята, которые там недалеко тогда были. Отдыхали. У них палатка стояла. Они боялись к нему спуститься, потому что знали, что это собачка. Потом всё-таки вечером они решили спуститься к нему. А мы вечером, мы целый день не плавали, вечером решили проплыть. Мы плывём и видим несут нашего Бетховена. Ребята всё-таки забрали. Они нам рассказали, как они видели, как Бетховен проплывал. Как возвращался назад на это плата. Вылезть он оттуда не мог. И я говорю, как хорошо всё-таки, что нам нашли нашего Бетховена. Это было, видите, это было в 13-м году, а сейчас 20-м. Это было 7 лет назад. Ему в то время было 7 лет. После этого он, конечно, не мог напиться воды. После этого, вот, где-то всё-таки он повыбивал зубки. Клыки остались, но зубки у него. И он повредил суставчик. Этот суставчик дал о себе знать только вот 3 года назад. 3 года назад ему сделали, поставили спицу. Вот со временем оно дало о себе знать это падение. Тогда мы, конечно, после того, когда мы его нашли, мы очень обрадовались. Мы обрадовались. У нас даже есть фотография, где Бетховен живой и с нами. И мы как раз на следующий день уезжали. Вот. Но это ещё не все истории с нашим любимцем. Сейчас это он такой спокойный. Он в основном кушает и спит, кушает и спит. Ну, потому что он уже дедушка, ему 14 лет. Вот. Следующий год, вот, это было, наверное, 12-й год или же это был 14-й год. Знаю, что как-то с расстоянием в год. На следующий год, значит, мы едем с ним, и он покусал медузу. Значит, медузу, он на неё лаял, лаял, лаял. Я достаю, говорю, смотри, какая красивая. Он взял её, покусал. Естественно, покусал медузу, значит, что у него, у него отравление. Все смеются. Бетховен наш кашляет. Вот, всем смешно, я поняла, что это всё-таки, что это всё-таки плохо. Я начала его отпаивать водичкой, и опять же, на следующий день мы ехали домой. Мы приехали сюда сразу к ветврачу, и я рассказываю, что так и так, и так. Он говорит, да, медузу, если вот медуза внутри ядовитая, поэтому собачка может отравиться. Вот, и вот хорошо, что всё так произошло. Вот, сейчас, значит, в прошлом году он просится к нам машину. Мы хотели его взять позапрошлом году, но он уже не выдерживает дороги. Ему стало очень плохо, поэтому мы решили больше не испытывать судьбу. Всё-таки, всё-таки наш друг уже довольно пожилой пёс. Значит, сейчас у него, он почти не видит, у него катаракта. Мы капаем глазки, капаем глазки тауфоном. Он почти не слышит. У него с ушками тоже проблемы, так как бывает во всех, я говорю, и люди болеют, да, и собачки тоже. Ушки мы тоже капаем. Значит, ему очень тяжело ходить, потому что он сам, ножки короткие, вот, а он всё, он кушает неплохо, и уже начал поправляться, поскольку уже энергии нет той, он всё время спит. Он, конечно, отдал первенство Бусе, нашей собачке. Буся сейчас, когда лежит на ступеньках, то Бетховен не пройдёт, лает к ней, лает. Помогите мне, помогите, вот такой вот. Ну, он такой же, такой же всё, везде, видите, я на второй этаж, он за мной. Со второго этажа спуститься уже не может, лает. Короче, эта собака привязка. Он всё время, всё время возле меня. Друзья, это прекрасно, когда есть у нас наши любимцы, с ними, с ними не скучно, поверьте мне. Вот с таким собакой вы скучать не будете, вот, потому что он, когда был маленьким, он порвал, он обижался на нас. Вот мы уходили очень рано из дому полвосьмого, приходили очень поздно, начало девятого, вот, а ему же надо выгулять, а он скучает. Поэтому он то начал нам подмачивать углы, мы спросили у ветврача, он говорит, это он так обижается. То он однажды рассердился, мы подарили в свете подарок под ёлочку, была такая подушка, внутри конфеты. Конфеты она съела, подушку оставила, он взял, порвал эту подушку. То он, мы приходим с работы, покрывало нам порвёт, то шерстяное одеяло, то шерстяной плед. Ну, короче, оставил нам много, 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 сейчас он уже не рвёт, он сейчас, у него есть своя игрушка, у него есть бутылки пластиковые, которые, вот, ему нравятся бутылки. Ну, и уже мы видим, бутылки он жует, даже те, которые без пробки, раньше только с пробкой, для того, чтобы сжать их хорошо. Вот такие прекрасные, я даже не проснулся во время моего, я ему рассказываю, рассказываю, а он не хочет даже, Бетховен, ну, скажи всем привет, скажи. Ну, он не слышит, друзья, вот, когда я ему показываю, он это, такой, такой есть у нас красавец. Друзья, подписывайтесь на мой канал, будьте со мной, заходите на мой канал. Будем дружить, друзья, я вам ещё много-много чего расскажу, много покажу, поделюсь опытом. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!